Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы насчитываем, Никита считает то, что у нас есть изданный трехтомник Нового Завета с толкованием Блаженного Фифилакты и с комментариями. И 240 иллюстраций нами раскрашены, лучший иллюстратор Библии, гравиры Густава Дорре. Вот показать как. Так. Говорю, это лучшее издание, толкование полное с откровением за две тысячи лет. Некоторые даже шарахаются. Такие слова говорите, но докажите, что не так. От Матфея с откровением вместе. Блаженного Фифилакта там не было. И 10 картин, 230 Густава Дорре, 10 из классики, что входит в комментарии. Пошли дальше. Открывай. Послание апостола Иуды. 1 глава, 1 стих. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Толкование Блаженного Фифилакта. По моему мнению, для этого апостола достаточно было доказательства своего достоинства, после того, как назвал себя рабом Христовым, указать еще на родство свое с Иаковом. Ибо Иакова все восхваляли за его добродетель. Это обстоятельство должно было и этому апостолу доставить большее доверие от слушателей к учению слова. Так как сомнительно, чтобы общник в рождении и крови оказался и в нравах весьма далеким от того, с которым имел общение в родстве. 2 стих. «Милость вам и мир, и любовь да умножатся». Толкование. Господь сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой». Этот блаженный муж показывает, что ныне оправдалось это слово, ибо говорит, что «любимые отцом сохранены Иисусом Христом», почему и называет их «призванными», так как они не сами с собой пришли, но привлечены и призваны отцом. 3 стих. Итак, апостол молчит, чтобы дары эти были у верующих в избытке, подобно как и Давид, взывает ко Господу. «Продли милость свою к знающим Тебя». Псалом 35.11. «Побуждаемые этими спасительными примерами, и мы, при нелицемерном расположении к ближнему своему, должны жить достойно призвавшего нас». Иуда 1.3. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Он пишет настоящее послание, заботясь о спасении верующих, чтобы они по простоте не увлеклись гнуснейшими еретиками. «Пишет с тем, чтобы через описание развратной жизни еретиков обнаружить их и сделать явными для незнающих». «Попутаем, видишь, какой она, не просто гнусная, такого слова гнуснейшей нету. Ну вот отношение к еретикам какое-то, гнуснейшие люди. Они все православное, что было, все вспихнули, сам о себе думает, сам себе голова. Сатана!» О них говорил уже и апостол Петр, но апостол Иуда пишет пространие, говорит, что они предназначены в 4 стихе, потому что апостолы Петр и Павел писали уже, что в последнее время придут обольстители такого рода. Это 2 Петра 1 глава 1-2 стих, 3 глава 3 стих, 2 Тимофей 3 глава с 1 по 8 стихи. «Еще прежде них самих Христос говорил, «Многие придут под именем Моим, и многих прельстят, не ходите в следы их»» Лука 21-8. «Потому что, называя себя христианами, они этим именем обманут многих». Апостол говорит о последователях гнуснейших Николая, Валентина и Симона. «Ну судит он их или не судит? Это то, как ты их скажешь, говорит, «Ой, вы осуждаете». «Ну вот осуждает он или нет? Ну явно дело, их имена называют, все гнуснейшее. Гнуснейшее определенное имя им». «Ибо они, будучи чревоугодниками и невоздержанными, предавали своему учению благовидный покров, чтобы найти доступ в дома и пленить женщин, погрязших в грехах. «Выдумав некоторые ночные обряды, они предались разврату. От этого происходит и то, что они отвергают Господа нашего Иисуса Христа. Ибо как не отвергнутся Его тем, кой нечистой жизнью отгоняет от себя Учителя всякого целомудрия? «Ибо что общего у света с тьмой?» 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Иуда, 1 глава, 4 стих. «А когда начнешь, говорит, ой, вы на личности переходите, на личности, но он развратник. Его даже воздухом не надо с ним одним дышать рядом. Святые так показывали. А он полтора часа в мозги заворачивает, людям стоит, и все». «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, толкование, увещевая тех, которые однажды признали Господа нашего Иисуса Христа спасителем и уверовали в Него, чтобы подвязались за веру. Ибо, если мы приняли в очеловечившееся Слово, и однако говорим, что иной тот, который прежде веков от Отца, и иной тот, который от Матери, и что сей особое лицо, то как не отвергаемся единого Господа и Владыки? «Ибо Господь Иисус един по единению домостроительства, потому что предвечное Слово Божие и Бог, имея насажденную в славу Божества плоть, воспринятую им от Святой Девы, с самого зачатия, есть один и тот же Владыка всех». Послание Иуды, 1 глава, 5-7 стихи. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом, не веровавших, погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гомора и крестные города, подобно им блудодействовавшие, и, ходившись за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Толкование. «Сказав о разврате нечестивых николаитов, валентиан и маркианитов, присовокупляет и то, что Господь избавил народ из земли египетской и т.д. Этим показывает, что основатель Ветхого и Нового Завета есть один и тот же Бог. Они, как эти гнусные, говорят, будто один Бог гневный и жестокий дал Ветхий Завет, а другой Бог негневный и человеколюбивый дал Новый Завет. Тем же показывает и то, что ныне нечестующие не останутся ненаказанными, как не остались вышедшие из Египта. Ибо хотя Бог превосходной своей силой по клятве от самых освободил их от египетского рабства, однако, когда они приступили в закон, не оставил их без наказания, но воздал им должное возмездие, им нисколько не помогли ни благоволение Божие к предкам их, ни сверхъестественная сила чудес. И те, кои тогда перешли черное море посуху, в последствии за отступление от веры погибли. Тех же, которые, получив честь ангельского достоинства, по нерадению не пребыли в первоначальном своем состоянии, но отринули данной им благостью небесный образ жизни, Бог сокрыл в наказание на суд, то есть на осуждение великого дня. Ибо это значит слово соблюдает. Почему и Господь говорит, идите в огонь, уготованы дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. Пример того, что их обнимет неугасающий огонь, приводится и жители Содома. Плотию иной называют мужескую природу, как неслужащую такому соитию, чтобы рождать. Ибо к такому соитию способна плоть женская, по изречению прародителя, кость от костей моих и плоть от плоти моей. Бытие, 2 глава, 23 стих. А плоть мужчины, как сказал я, чужда такого соития. Да и женская плоть по законам, а одна для одного есть своя и собственная плоть. А смешивающаяся со многими есть иная и чужая, и в сквернении мало отстающая от мужеской. Ну как еще? Иуда, 1 глава, 8-9 стихи. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь!» Толкование. Выставив упомянутые сейчас примеры, апостол предоставил подразумевать следствие их самому слушателю. Какое же? Если так поступил Бог с этими, не посмотрев на прежние их хорошие жребии, то уже ли нынешних нечестивцев избавит то, что для людей пришел в мир Сын Божий, претерпел за них поношение и понес страдания? Никто не может сказать этого, ибо хотя Он, человеколюбив, однако и праведен по истине, и по истинному правосудию не пощадил согрешавших, а по человеколюбию ввел в царство блудницы мытарей. Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Такое вытекает следствие. Но апостол опустил оное и сделал так или потому, что мы высказали пред Сим, или же по примеру святого Петра, когда он говорил, «Если Бог ангелов согрешивших не пощадил». 2 Петра 2.4 и так далее. Так говорим об этом. Слова же мечтателей, которые оскверняют плоть, сказаны с удивительной скромностью, ибо выражение мечтателей апостол только намекнул на крайне постыдную сторону дела. Обнаружим ее отчасти, и насколько прилично заимствовал сведения об этом из сочинения святого Епифания Кипрского, названного им Панарием. Он говорит, «Эти блудники и сквернавцы, постыдно соединяясь с женщинами, не спускают всем его тробу, но, не докончив осквернение, берут его в руки свои и тотчас влагают в уста женщинам, с которыми расцлевались. И таким образом нечистые отступают друг от друга, воображая, что сделали что-то великое». Эту-то нечистую пригоршню за неоконченность дела и называют апостол мечтательностью. «Ибо подобное сквернение бывает во время сна, а скверняя таким гнусным приношением плоть свою, они еще безумно восстают против божественной природы, отвергая ее господство и владычество над всем». Об этом пространнее высказался святой Иринеи, епископ Леонский, в сочинении своем «Обличение лжиеменного разума». Иначе апостол свидетельствует о разврате еретиков, говоря, что они в жизни нечисты, а в знании весьма гнусны. Он говорит, «отвергает начальство», то есть отвергает совершение таинства Христова, отвергает потому, что вместо ангельских таинств совершает свои скверны. «Злословят высокие власти, под властями должно разуметь разное мнение мудрых мужей, называемое у знатных эллинов положениями, под которыми разумеют они мнение возвышенное, доступное не всякому, но знакомыми с философией». Свидетель сказанного нами апостол Павел, «Когда афиняне привели его в Ариапаг, и он проповедал им учения о Боге, то сочли его пустословом». Деяние 17 глава. Итак, как учения апостолов называли пустословием, так и вышесказанное называли властями. Поэтому, так говоря, о людях благодарованных и богодохновенных, и употребил апостол Иуда слово «власти», как обычное и всем известное. Другое объяснение. Властями называют, может быть, Ветхий и Новый Завет, или властями называют церковные власти, которые злословили, как дает знать в третьем послании своем возлюбленный Иоанн, стих 9-10, который пишет, что диатрев поносит их злыми словами. Так как апостол упомянул о злословии, то ни одних хульников уцеломудривает, но и всех людей убеждает не осквернять языков своих таким злом, не употреблять его даже и против достойных хонова, и говорит, Михаил Архангел, и так далее. Он говорит, как бы так, а непоспешно и неудержимо злословит всякого, но это не должно быть, ибо несправедливо злословить из заслуживающих злословия, как видно из поступка Архангела Михаила. Споря с дьяволом, Амтели Моисеевым, он мог бы упрекнуть дьявола за бесстыдство, однако не сделал этого, а только сказал ему, да запретит тебе дьявол, Бог запретит тебе дьявол. Иначе, если так поступил Архангел, то и мы в споре с человеком, братом, и единородным нашим, не должны употреблять злословие. Спор же о теле Моисеевым был такой. В апокрифах говорится, Архангел Михаил служил при погребении тела Моисеева. Дьявол не допускал этого, но поставлял Моисеев вину убийства египтянина, и за такую вину признавал Моисея недостойным погребением. Апостол Иуда напоминает об этом для того, чтобы не только научить нас не быть скорыми на злословие, но дать отчет во всем. Но и представить нам, что все люди по исходе из тела должны дать отчет во всем, что Бог Ветхого и Нового Завета один и тот же, что по переходе нашим из здешнего мира дьявол вместе со своими злыми бесами восстает против наших душ, желая пресечь их благополучное шествие. Он противодействует, а добрые ангелы сражаются за них, как видел это святой Антоний. Так могло случиться и тогда. Только Михаил отразил тогда дьявола, запретив ему, но не своей власти, а предоставил суд Господу всех. Сказал, Бог, да запрети тебе дьявол. Иуда, первая глава, 10-11 стихи. А сей злословие то, чего не знает, что же по природе, как бессловесные животные, знает, тем растлевает себя. Горе им, потому что идет путем кайновым, предаются обольщение мзды, как валан, и в упорстве погибают, как корей. Толкование. Михаил говорит, не потерпел хуление дьявола против человека, то есть Моисея, а эти слагают хульные речи против учений, которых не знают, а что по естественному стремлению знают смешанно, как бессловесные животные, то преследуют, как кони. Горе им, потому что они пошли путем кайна через братоубийство, ибо предподавая нечестивое учение братьям, то есть единородным человекам, убивают их злыми своими учениями, или пожирая семя, убивают братьев своих возможностей, то есть тех, которых семя, доведенное до зрелости, привело бы в жизнь. Они пошли путем Валаама, потому что их свое делают для корысти, как Валаан. Пошли путем корей, потому что подобно ему, будучи недостойной, похитили себе учительское достоинство. Вот я все время об этом и говорю, вот они некорректно там начинают говорить, как некорректно-то? Дафан, Аверон и Корей. Восхитили себе звание, как вот сектанты, и больше никакого сравнения это нет, это были образы для нас. Участь сектантов, Дафан, Аверона и Корея. Иуда, первая глава, 12-13 стихи. Таковы бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пеничиеся с ромотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Вы заметите, какие слова говорят там. Без страха уточняют себя. Ничего больше не надо говорить. Все твои эти цель лишнего навестики, какая мысль добра родится, без страха, то есть страха никакого нет. Толкование. В это время были еще совершаемые в церквах вечери, как говорит апостол Павел в послании Коринфянам, 1 Коринфянам, 11 глава, 21-22 стихи. Называют агапами, называющиеся агапами, или вечерями любви. Они, говорит, сходятся на вечере, не ради пользы, в них заключающейся, но для того, чтобы найти случай обольстить неутвержденные души, как и апостол Петр говорит во втором своем послании. 2 глава, 14 стихи. Уподобляя таких людей подводным камнем, безводным облакам, осенним деревьям и блуждающим звездам, ибо что у сих бывает по естеству, то еретиками делается по произволению. Как подводные камни, попадаясь плавающим неожиданно, бывают пагубны для них, так и еретики причиняются участникам вечерей неожиданное зло. Как безводные облака не прохлаждают дождем, ибо не имеют его в себе. Те места, куда бывают занесены гонимые ветром, но наводят на них мрак, так и еретики не оращают душ встречающихся им людей спасительным учением, но омрачают их самыми скверными своими повествованиями, гонимая злыми свойствами бесов. Осенние деревья дважды умирают, лишаясь плодов и теряя листья, ибо сухие в это время деревья кажутся лишенными своего украшения, блеска плодов и цветущего благоприличия листьев, и что подобно бывает с эссиритиками, и они умирают дважды, теряя свой плод через поглощение семени, и лишаясь благоприличия благоразумной жизни, поэтому и оскореняются они искореняются они из рая господня, то есть из церкви, и в ней ее собирается и бросается в огонь вечный, ибо какой корень будет иметь тот, кого загнусно жизни все отвращаются, называют звездами блуждающими, с ними исходные еретики не в том, будто красуются на тверде нашей веры, и через них проходит солнце правды, Христос, приводящий добродетели в зрелость и оживотворяющий преданных им верных, но в том, что представляясь принявшими на себя вид ангела света, как первоначальники их бесы, 2 Коринфянам 11 глава 13-14 стихи, несутся только против учений Господа, чем и приближающихся к ним омрачает, и самим себе приготовляет вечный мрак, уподобляет свирепым волнам, имеют сходство и с ними, и богонимые духами злобы, бешено и неудержимо в хулах на Бога пенятся своими срамотами и оканчивают непостоянную и удобо разрушитель подразрушимую срамоту своей жизни в пене гордых хуленей, ибо такова и пена волн, которой они уподоблены. Вытучняет себя без страха, то есть не страшась за неумение спасти осуждение изреченного Господа. Слепцы, водящие слепцов вместе с пособами и сами падают в яму. Матфея 15-14 Иуда 1-14 18-18 стихи. О них пророчествовал и Енох 7-й от Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Толкование К сказанному выше присовокупляет, что и Енох пророчествовал о предлежащем им наказании от Бога в последние дни, то есть в день праведного суда Божия. Между нечестивым и грешным разность такая. Нечестивый грешит в отношении к Богу, а грешный уклоняется в делах жизни от цели правды. После всего оставив уподобление нечестивых уже самым делом приступает к обличению их, называя их пропотниками, укорителями. Ропотник тот, кто сквозь зубы и не смело порицает неприятно ему, а укоритель тот, кто всегда и над всем смеется. Эти гнусные суть ропотники и укорители. Они ропотники, ибо не дерзают открыто пользоваться учением своим, по его гнусности, так как небезопасно обнародовать нечестие свое, соединенное с развратом и хулением. Они укорители, потому что клевещут на все чужое и на самую истину, чтобы тверже поставить свое собственное зло и разврат, сказанное выше, что еретики, подобно Валааму, увлеклись мздой. Теперь поясняют словами. Они оказывают лицеприятие для корысти. Оказывать лицеприятие значит листиво обращаться с начальниками. Иуда 1 глава 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, толкование. Вот и иная вина этих гнуснейших людей. Они говорит, не только сами гибнут, но и похищают питомцев в церкви. Это значит отделяющие. То есть выводят их за пределы церковные. То есть пределы веры или самой ограды церковной. Ибо собрание свое не показали пещерами разбойников. И других отводят от церкви и приводят к себе. Делают же это потому, что суть люди душевные, то есть живущие по приличию мира. Ибо мы замечали уже, что священное писание имеет обычай назвать душою и жизнь. И апостол Павел говорит, что душевные люди не могут принимать того, что от Духа Божия. 1 Коринфянам 2.14 Итак, будучи душевными, они употребляют и учение душевное, о котором сказано. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Иакоб 3 глава 15 стих. Не имеющая Духа Божия. Иуда 1 глава 20 23 стихи. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одни будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и строгая из огня, облечайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Толкование. А вы назидайте себя на святом Духе и на святейшей вере вашей, то есть обновляйте себя в Духе Святом, то есть совершайте собрания свои в молитвенных зданиях своих по учению Духа Святого, и сами себя в любви Божией соблюдайте, то есть сохраняйте, ожидая милости от Господа, который последний день воздаст вам жизнь вечную, а тех, если они удаляются от вас, обличайте, то есть обнаруживайте нечестие их пред всеми. Если же они располагаются к уврачеванию, то не отталкивайте их, но принимайте по милости любви своей, спасая их от угрожающего им огня. Принимайте жизнь с милостью и со страхом, остерегаясь, чтобы принятие их при беспечном вашем расположении к ним не сделалось причиной погибли для вас самих, потому что они и твердых верей увлекают в развитие своего нечестия, а зло удобно перенимается. Иуда 1 глава 24-25 стихи Толкование Могущему же соблести вас от падения и поставить пред славой своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь Толкование Итак принимайте их но приступайте к ним со страхом то есть с осторожностью и с милостью к ним самим соединяйте ненависть к их скверным делам даже к одежде оскверненной плоти их имейте омерзение и отвращение потому что через прикосновение к плоти она и сама становится скверной или принимая их страхом будущего наказания приготовлять их к тому чтобы раскаялись и оказались достойными помилования оскверненная одежда есть жизнь оскверненная многими преступлениями вследствие плотской страсти ибо о каждом человеке узнают праведен он или неправеден по образу жизни как бы по одежде один имеет чистую одежду добродетельную жизнь а другой оскверненную жизнь с делами злыми или лучше одежда оскверненная плотью есть такой навык и настроение совести который развращает душу помятованием о порочных движениях и действиях плоти смотря на которые постоянно как на одежду свою душа наполняется зловонием страстей ибо как от духа через добродетели постепенно прилагаемые одна к другой образуется для души одежда нетления облегшись в которую она становится прекрасной и приславной так и от плоти через постепенное присоединение одних страстей к другим образуется некоторая нечистая и оскверненная одежда сама собой показывающая свойства души и придающая ей иной вид и образ а не божий сказав это апостол заключает послание своей молитвой как печатью все можно полчаса поделить